В эфире студия НОРТВ «Молодежные новости». И я, их ведущая, Андриана, расскажу вам о главных событиях этой недели. Сегодня в выпуске вы увидите. Фотовыставка «Пилька-2016». Локальный фестиваль «Я пою». Лотерея в трудовой отряда «2016». На протяжении трех дней в стенах Дома детского творчества проходила фотовыставка «Пилька-2016». Там побывал наш корреспондент Катя, и она подготовила репортаж. Всем привет! Сейчас мы находимся в Доме детского творчества на фотовыставке «Пилька-2016». Давайте посмотрим, что здесь происходит. С самого первого фестиваля этот удивительный праздник привлекает к себе большое количество молодых фотографов не только из Эстонии, но и из других стран. В этом году свои коллекции на конкурс прислали коллективы фотостудий из России, Литвы, Украины и, конечно, Эстонии. В 2013 году это был первый «Пилька», и был практически такой же «Пилька», практически столько же было фотографий, где-то около 300, но чуть меньше было авторов. Ну, вот, и самая дальняя, издалека была фотография, это из Тюмени нам прислали на конкурс «Пилька». Авторы из Тюмени были очень удивлены, и они, как ни странно, получили даже призыв, потому что были очень хорошие фотографии, и были рады. Ну, и так вот он прижился, «Пильк», и живет до сих пор, и будет скоро ему маленький юбилей. Пять лет. В этом году в фестивале приняли участие 103 автора, было прислано 475 фотографий. Всего было три номинации в двух возрастных категориях. На конкурсной выставке, расположенной в Большой и Малой галереях Дома творчества, можно посмотреть 335 работ. Выставка будет работать до 5 мая. Поторопитесь. 29 апреля Дакару Гадим провел вокальный фестиваль «Я пою». Подробности смотрите далее. В этом году в вокальном фестивале конкурсе принимают участие детские сады, школьные коллективы, детские коллективы Дакару Гадим и Дом детского творчества, а также вокальные коллективы городов Эстонии. В фестивале присутствуют три номинации – эстрадный вокал, народный вокал и поп-джаз. Мы не ожидали уже для первого раза такой аншлаг. Столько конкурсантов, что свыше 65 человек в разных категориях, детки от 4 до 18 лет. Совершенно было неожиданно, приятно, что столько есть желающих, поэтому я думаю, что это должно быть. В конкурсе принимают участие ансамбли юные солисты в возрасте до 18 лет в четырех возрастных категориях. Первая группа до 6 лет, вторая группа 7-12 лет, третья группа 13-15 лет и четвертая группа 16-18 лет. 29 апреля в зале городского собрания прошла лотерея в трудовые отряды 2016. Подробности смотрите в нашем репортаже. Всем привет! Сейчас мы находимся в зале городского собрания, где уже началась лотерея в трудовые отряды. Давайте же пройдем внутрь и посмотрим, что там происходит. На этот раз в трудовые отряды было подано 351 заявление. Цель трудового воспитания – это улучшение положения молодежи на рынке труда методами молодежной работы, а также повышение готовности молодежи к трудовой занятости. Трудовое воспитание направлено на формирование нравственного отношения учащихся к труду. А именно, молодежный проект, где дополнительно к оздоровительному и развивающему отдыху молодым предоставляется возможность приобрести рабочие навыки. В трудовых отрядах получают первый опыт трудовых отношений, зарплату, соответствующие квалификации, а также обязательно участие в лекциях по трудовому законодательству, спортивных днях, экскурсиях и других интересных мероприятиях. В Нарве организация летних трудовых отрядов с 2003 года занимается Нарвский молодежный центр. Это все новости прошедшей недели. Хорошего вам вечера и до новых встреч! Я просто забыла, что ходить надо. Как-то много. Что за... Наверху хип-хап танцует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова